Расскажи о себе. Александр Воловик, владелец диджитал агентства, эксперт по маркетингу, спикер на конференциях. С чего начался твой путь в SMM? Хорошо звучит, с чего начался мой путь в SMM. С того, что я привлекал людей на вечеринки через социальные сети, когда мне было 18-19 лет, и на спортивные мероприятия, на разные мероприятия в рамках своего университета, это было легко делать. И я понимал, как сделать это красиво, почему-то у меня какое-то свое видение было, и как-то раз попробовал сделать это коммерчески за деньги в компании, в которой работал менеджером продажам, взялся вот как project за проект. Получилось отлично, и тогда я получил какой-то первый свой гонорар за это, небольшой, типа 5 тысяч рублей в это время. Но тогда я понял, что это уже приносит больше, чем процент от продаж, который я продавал. И таким образом, видимо, нейронная связь в моей голове появилась, и я начал увлекаться этим, заниматься этим, брался за все, что есть. Какие черты характера нужны, чтобы стать маркетологом? Черты характера. Какие черты характера? Внимательность, в плане внимательности в определении того, как ведет себя клиент вообще, именно ведет себя, как он зашел. Одно время я очень много внимания уделял тому, как поведение на сайте человека. Но это обычно SEOшники делают. Для меня было тоже интересно, и я не мог определить, не было счетчиков определения в соцсетях, как человек себя ведет. Но я садился и размышлял, как ведет себя мужчина 50 лет, заходя в Instagram, например. Как он себя ведет. Внимательность к мелочам, деталям. Бывает, что одна деталь на картинке повышает конверсию в несколько раз, соответственно, экономит деньги клиенту, соответственно, дает тебе больше денег и больше клиентов. Поэтому от красной рубашки на фотографии, которая есть в таргете, зависит иногда, будет с тобой клиент работать или нет. То есть вот эти детали, мелочи. Поэтому, наверное, внимательность, хотя не самый внимательный человек, вот именно в этой сфере я достаточно внимателен. То есть мне интересно там, у меня есть интерес к этому. Я всегда в эти мелочи смотрю, погружаюсь. Второе – это продажа, умение продавать, вовлекать, передавать информацию. Коммуникационные навыки, то есть коммуникация. Потому что социальные сети – это про коммуникацию. Это просто инструмент коммуникации с дополнительными какими-то фишками. Типа можно картинку добавить, фотографию, видео. Но по факту это общение между людьми. Кто у тебя кумир? Именно в рекламе, маркете? Нет, к сожалению. Видимо, я всегда увлекался политикой. Мне интересно было со школы. Я увлекался спортом. Мне это было интересно. И в спорте, и в политике у меня гораздо больше персонажей, которые мне интересны, нежели в СММ. А поделись кто в политике? В политике. Отдельные черты отдельных лидеров. Естественно, Владимир Владимирович Путин, например, с его выдержкой, с его анализом всей ситуации и умением свои интересы пролоббировать на международной арене. То есть он не пытается показаться хорошим, ведет определенные свои интересы. По-разному можно относиться к нему. Я имею в виду именно какие-то личностные навыки. Из спорта мне всегда нравились какие-то такие одиозные личности, известные, популярные. Майк Тайсон, Мухаммед Али. Даже как личность, не столько как спортсмен, а больше как личность, харизма. Умение не только ограничиться одним навыком, но и умение размышлять, мыслить. Вообще многие чемпионы, кто добивался самых больших результатов, это как правило умные люди. Это не просто тупые спортсмены, как принято считать. Это достаточно умные, расчетливые, интересные люди, которые могут применить этот навык. Если им показать правильно, могут применить его и в бизнесе, и многие спортсмены очень неплохо в бизнесе в итоге ориентируются. Как маркетологу себя раскрутить? Вот Александр Воловик, если про него говорить, он, соответственно, я так понимаю, из БМ вырос. Нет. А как ты? В 2009 году не было БМ. Я просто занимался своим делом. Меня пригласили выступить, вот и все. Да, действительно, мне бизнес-молодость дала популярность в рамках тусовки бизнес-молодости. Но я провел где-то 600 мастер-классов до того, как был в БМ на тему СММ. Я до этого работал с крупными международными компаниями. И эти кейсы позволили мне, в принципе, выступить на большую аудиторию перед начинающими предпринимателями, показать их инструменты, которые уже были готовы. И это здорово. Я благодарен этому проекту. Но, в целом, я себя считаю самостоятельной личностью, которая ниоткуда не выросла. Из Челябинска я вырос. Челябинский был клуб молодежных предпринимателей, молодых предпринимателей. Кто же не говорит, что я вырос из клуба молодых предпринимателей. Я тоже был его членом, участником. Самый неудачный твой проект в рекламе? Самый неудачный мой проект в рекламе? Реклама вообще, вот именно когда у тебя агентство, когда у тебя такой бизнес, там неудачи сплошь и рядом в плане, что считать удачей, что считать неудачей. Просто есть разные события. Были моменты, когда клиент не заплатил. Скорее для меня, вот это было больше неудачей. Каких-то существенных больших сливов. Ну, было, когда сотрудник забыл проставить, например, лимиты. Да, и улетело тысяч шестьдесят. Ну, то есть, я заплатил это своими деньгами. Но я не считал тогда, что это меньше эмоций негативных мне принесло, чем когда я реально душу вкладывал в проекте. Допустим, тебе клиент в итоге не заплатил. Потом ты уже по-другому начинаешь мыслить, стоит ли вкладывать душу. Клиент не заплатил, при том достаточно посчитав, что он ничего и не должен, хотя есть договор. Но я тогда даже в суд не стал подавать. То есть, тогда даже тем просто как-то я сильно обиделся. Но потом ситуацию отпустил. К сожалению, с ним до сих пор не виделся. Клиент тогда занимался елками. То есть, был крупный поставщик елок в Москве новогодних. Это было перед Новым годом. Мы от многих проектов отказались, чтобы правильно, круто выполнить работу. Ну, клиент просто посчитал, что нет. При том признал, что у него там продажи были и все окей. Ну, так вот. Сейчас многие маркетологи занимаются инфобизнесом. Связано ли это с тем, что у них нет возможности нормально зарабатывать беря клиентов и они, естественно, обучают этому? Почему маркетологи занимаются инфобизнесом? Потому что в инфобизнесе основной навык – это трафик. И каждый инфобизнесмен, любой, кто ведет вебинары, курсы, любые, хоть там по косичкам, по маникюрчику или по созданию сайтов или трафику, в любом случае нуждается в трафике. Даже человек, который занимается трафиком, нуждается в трафике. И нам с тобой гораздо проще настроить трафик и мы понимаем свое превосходство относительно большинства игроков рынка, кто в образовании. И если у тебя есть продукт, ты знаешь, как настраивать трафик, ты знаешь, как делать контент продающий, знаешь, как оформлять страницы, знаешь, как вести. И куча людей не знает, и даже понятия не имеет, и даже слушает тех, кто знает, и все равно не понимает. То есть на этом рынке почему об этом не рассказать, когда у тебя еще есть трафик. Просто это легкий способ войти в новую нишу, как бонус. Почему нет? То же самое, как, например, я взял контекст. Я же не занимался контекстом, можно сказать. А что ты занимаешься контекстом? Ты же не занимался контекстом. У меня есть трафик, у меня есть куча клиентов, которые занимались, которых я вел в SMM. Я просто спросил у них, ребята, интересно вам, чтобы контекст был? Да. У меня было куча клиентов, которые хотели заказать SMM, но не могли себе позволить. Сказал, интересно, ну давайте я выступлю пару раз. Заплатите мне денег. Я бесплатно не хочу это делать. Ну и как-то так это все перешло в курсы. Очень много было оффлайн-курсов, где именно мы там сидели, настраивали, садились там с ребятами. Ну, потом были онлайн-курсы, но меня все-таки тянет больше к оффлайну. Мне это больше интересно выступать, чувствовать аудиторию, нежели онлайн-тренинги. Хотя у нас есть вот пакетные предложения для людей, записанные четкие, там, дело раз, дело два, дело три, когда ты можешь сам себе с маленьким бюджетом или без бюджета настроить какие-то инструменты и получить первых клиентов. Александр Воловик покупает курсы чужих маркетологов? Смотри, как получается. Очень двоякая ситуация. Ну, я вот видел, ты ездил на трафик ин конвержен. Ну да, трафик ин конвержен можно ли считать курсом, да? Ну, то есть, это конференция большая. Обучение, безусловно, безусловно. И маркетинг перестал быть, вот, маркетолог, да. Ну, вот у меня есть курс по автоворонкам. Его записал человек, который просто в своем бизнесе круто делает автоворонку. То есть, он в своем бизнесе круто делает автоворонку. И он записал курс как дополнительно. Я купил этот курс за 200 тысяч рублей. Я никак не пожалел, потому что часть внедрил и в одном проекте, и в другом проекте. И это работает. И принесло уже гораздо больше, там, нескольких миллионов. И, ну, вот. То есть, какие-то курсы я покупаю. Не обязательно, там, маркетологов. То, что мне необходимо, интересно. В чем я вижу. По-моему, РШИП по сообществам, да. У меня есть сообщество СММщиков. Я, как бы, его развиваю. И мне интересно было, как правильно управляться с этим сообществом. Где еще научусь. Я купил курс у человека, у которого крутое сообщество. В другой абсолютно сфере. Но он, как бы, делится этими навыками. Они невероятно мне пригодились. Они тоже уже отбились финансово. И людям, которые в сообществе, как бы, приятно, да. Что там не просто, как бы, чатик. А, ну, то есть, есть какие-то составляющие. Вот. Это все я там на курсе узнал. Поэтому, да, действительно, я покупаю. У меня вообще примерно в месяц так, вот, по два-три курса каких-то купленных, новых. Какие-то я успел. Как книги, знаешь. Вот, мне кажется, курс – это замена книгам. Книга бывает, ты сразу прочитал, да. Купил – прочитал. Бывает, ты купил дорогую книгу, и ты ее не прочитал, поставил на полку. У меня такие тоже есть курсы. Бывает так, что ты… Тебе подарили книгу, ты тоже ее прочитал. То есть, у меня примерно как с книгами. Могу три купить сразу, и они лежат где-нибудь. Но я всегда беру, знаешь, у меня какое мышление, всегда беру какой-то VIP-курс, VIP-пакет, чтобы иметь возможность не учиться. Ну, если это онлайн особенно, занятия какие-то. Есть возможность не учиться, но напрямую написать, например, просто по вопросу какому-то главному там спикеру, эксперту, и он тебе даст ответ. Этого уже достаточно, чтобы окупить эту историю. У меня так есть по автоворонкам, я просто пишу, типа «Алекс». Беру у него какую-то консультацию, скидываю ему показать. Как бы ты описал Александра Баловика? Ну, позитивный, активный, целеустремленный молодой человек. Как маркетологу выделиться очень много, просто сейчас тысячи администраторов Instagram, СММщиков, вот как выделиться? В теме маркетинга не столь нужно выделение, сколько по факту, делай просто работу свою, качественно. Ну, как можешь, по крайней мере. Будь честен с клиентом, где ты не можешь выполнить, ты говоришь, что ты не можешь выполнить, где ты можешь выполнить, выполняй на 110%, на 150%. Это же тоже не проблема. Я всегда так в смете указывал, KPI 1, а дел больше, чтобы просто удивить клиента. В отчетах больше. Он видел, мне обещали столько, сделали столько. В принципе, там несущественных денег не стоило, но человеку приятно. И это мне позволяло реально увеличивать бюджеты. То есть, какие-то мелочи такие. Когда ты просто хочешь кайфушку сделать для своего клиента, типа, посмотрите, какую мы классную штуку сделали. И еще момент такой, когда у маркетолога появляются клиенты, когда он уже обретает такой уровень дохода, когда он может выбирать клиентов. Такое бывает. Когда ты уже можешь с этим работать, с этим нет. Лишние 100 тысяч роли не сыграют. Типа, ребят, сори, немая тематика. Мне часто алкоголь предлагают продвигать. Ну, немая тематика. Я могу сам его употребить в хорошей компании, но продвигать его я не буду. А когда появляется клиент, которого тебе интересно продвигать и который ценит, и правильно оценивает твой вклад, твой труд и результаты, которые ты ему приносишь. Не все ценят результаты, кстати. Я думаю, ты понимаешь, как маркетолог. Это вообще круто. Когда ты сделал что-то новое, кейс какой-то внедрил, и он говорит, блин, это вообще круто. Ты готов даже бесплатно делать для этого клиента. Вот в таких отношениях как-то рост сам идет. Когда тебе нравится то, что ты делаешь, когда клиент ценит то, что ты делаешь, когда ты делаешь на 150%. Не обязательно там спину ломать и гнуть для этого. Просто в каких-то моментах ты делаешь больше. На два поста больше, чем обещал. Делаешь какие-то крутые. Ну, тогда люди сами приходят. Тот самый сарафанное радио. В мире интернет-маркетинга все равно есть тема сарафанного радио. В любом случае тебя могут порекомендовать. Владельцы бизнесов, маркетологи общаются между собой. Агентства общаются между собой. Так же тебя рекомендуют. Сложно было сформировать свою команду? Перейти из статуса фрилансера в статус основатель, владелец компании по маркетингу? Нелегко. Можешь описать? Было нелегко. Было нелегко, больно. Как-то мозги перестраивали. Надо было пройти через кучу обид. Через, например, понимание, что люди тебе ничего не должны. Они сотрудники твои, но они не обязаны на тебя пахать всю жизнь. Кто-то вырастает, уходит из твоей компании. Было сложно понять, что сотрудники – это не друзья. Все-таки. Дружба с сотрудниками не делает компанию сильнее и не делает сотрудников лояльнее, как ни странно. А у тебя партнеры есть в агентстве? Сейчас нет. Я свойственно бы взял партнера, который бы делал техническую часть. У меня всегда есть какой-то человек. Сейчас вот Кристина у меня – одноклассница. Она ведет большую часть технической работы, контроля, подпинывания, составления документации, составления отчетов для меня. И мне это более удобно и круто. Но чтобы к этому прийти… Твоя роль в агентстве получается артист, правильно? Нет, нет, нет. А какая? Какая роль артист в агентстве? Владелец бизнеса? Как это артист? Ну, у Тони Роббинс. Если у тебя есть… У Тони Роббинс есть категория ролей. То есть ты же ездил. А, ты про категорию ролей Тони Роббинс, да? То есть там есть продюсер, артист, менеджер, инвестор. Я, честно, не ездил на бизнес-мастере Тони Роббинс, поэтому эту категорию не знаю. Поэтому я воспринял это артистом. Что значит? Артист имеет в виду то, что ты выступаешь, привлекаешь клиентов там… Я с выступлений… Вот это будет идиотски, да, реально идиотски. Но в последнее время с выступлений, последний раз клиента где-то года полтора-два назад, может, дай бог, кого-то привлекал. Тот человек, с которым мы работаем. И получается так, что реально, ну сколько тысяч человек меня видят, да? Ну, приходят в основном на эти, видимо, тренинги, я не знаю, но не приходят целевая аудитория. Моя. Моя целевая аудитория – это маркетологи крупных компаний, они не ходят на бизнес-мероприятия, а я выступаю в основном для предпринимателей. И маркетологи ходят на диджитал-конференции периодически, но опять же не топовые маркетологи, а менеджеры по маркетингу. Поэтому это какой-то сарафан больше, и личное общение, личные встречи где-то. Иногда реклама сама работает у нас, и это больше приносит клиентов, чем выступления, как ни странно. Выступления – это просто часть, как бы, ну, раньше вечеринками занимался в детстве, ну как в детстве, в студенчестве. Я был МС на вечеринках, я как бы был с микрофоном, там у меня первые были, первые позитивные эмоции, да, то есть когда ты с микрофоном выходишь на вечеринки, ты красавчик. Вот забавно, я вот сколько общаюсь, вот я вот с Аязом работал, он выходец тоже КВН, до этого тоже организовывал в вечеринки. Мария Саладар тоже, соответственно, там… Сцена? Сцена, да, у всех сцены. Ну конечно. Я музыкой тоже занимался. Ну вот, ну все. У всех почему-то… Кто побывал однажды на сцене, да, получил этот опыт побывания на сцене, и он был успешный, не то, что типа, а-а-а, что за идиот вышел, там помидорами закидали, а именно успешно, аплодисменты, это как наркотик действует, наверное, какое-то может и тщеславие, да, ну если так, по-честному, ну то есть что-то какое-то эго тешит, но это реально круто, то есть от этого сложно отказаться. Меня куда бы ни звали, я иногда готов там, ну за небольшие деньги, за бесплатно, редко езжу, ну за какие-то небольшие деньги я могу поехать просто потому, что хочется выступить, поделиться теми знаниями, которые есть там, да, это круто. Почему? Самый провокационный вопрос, который тебе задавали на твоих выступлениях. Хороший вопрос у тебя сейчас, смотри. Самый провокационный вопрос. Я в Питере выступал на мастер-классе, рассказывал про привлечение клиентов, а у меня, я как бы никогда не парился на тему, как увеличить количество подписчиков или лайки, да, или комментариев. Мне важным было, основной показатель – это прибыль. Я подбирал все инструменты по тому, как клиента получить за деньги, при том желательно на большой чек, да, там. Вот всегда этим было задачено. И тут мне девушка просто задает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы СММщик? Ну да, занимаемся СММ, все. А почему у вас всего лишь 36 тысяч подписчиков? Я не понял, как, ну, то есть, мало это, ну, видимо, она с позиции, что мало. И пример был, типа, Лилия Нилова есть, типа, вот она там, типа, маркетолог, у нее там, типа, 500 тысяч, у нее сейчас блокировали по аккаунту, если не ошибаюсь, за накрутки как раз. Ну, вот, ты понял смысл, да, то, что… Я не знал еще ответить, что я не Ольга Бузова, что я, ну, как бы не шоу-бизнесе, да, чтобы иметь, ну, то есть, я не девочка-фитоняшка, а я работаю на очень узкий сегмент, там, 1% аудитории в России, которые как-то увлечены, там, соцсетями. Да кто увлекает соцсетями? Кому вообще нафиг нужен СММщик? Ну, по факту. Ты знаешь Кумара Виаса в маркетинге? Ему однажды такой же вопрос задали. А он вообще… У него Инстаграм 500 подписчиков, у него Фейсбук 100 друзей, там, 200. Вот ему задают такой вопрос, и он… Видно было, что он тоже так растерялся, и, значит, придумал отмазку, что типа… А мне, мне, говорит, время мало, некуда у меня. Соответственно, следующий вопрос, вытекающий из этого. Сапожник без сапог, получается? То есть, можно ли быть маркетологом, при этом не предлагая себя? Ну, смотри, слово «продвижение» в моем плане, в моей голове ассоциируется с бабками. То есть, ну, подожди, а зачем нужен маркетинг? Для лайков? Ну, я не знаю, но мои клиенты не те, кому нужны лайки, кому надо показаться, ну, казаться классным в соцсетях, типа, у меня много подписчиков. Мои клиенты – это предприниматели, которым нужны бабки. И я, как бы, на них акцентировал всегда. Соответственно, как бы, я умею привлекать к себе клиентов через маркетинг. Я не сапожник без сапог. Я ого-го, как умею. У меня очередь, у меня заявок было одно время, там, я помню, мы нахерачили… одно время мы привлекли 400 заявок за месяц на СММ. Ну, понятное дело, что там, ну сколько, 80% – это неликвидные, то есть, которые нам по чеку не проходят. Но я, как бы, это умею делать. Но я никогда не парился над тем, чтобы быть Ольгой Бузовой, да, или, там, пытаться казаться, вот, как многие наши с тобой коллеги, которые использовали гивы, там, использовали кучу всего, запарулись нафиг полностью аудиторию, объясняя, что, да, на самом деле, там, перекрываешься одним гивом, вторым гивом. Ну, мы же понимаем, что это мотивированный трафик называется, да. То есть, человека, который глубоко развивается в СММ, ну, это, понятно, это как офферы, да, заказать. Офферы – это, ну, подписчик за бабки. То есть, он не на твой контент пришел. Ну, я и ответил этой девушке, что, ну, слушай, я сам не понимаю, как я так живу. Как же я так живу-то с 38 тысячами подписчиков. Сейчас у меня 48, я не занимался никакими, там, накрутками. То есть… Все органика, да? Ну, да. В 2020 году что будет работать в СММ, а что отомрет? Три или четыре года подряд, когда я слежу за трендами, вот эти тренды 2000, там столько там в СММ, извиняюсь. Вот три года подряд смотрю и анализирую, типа, что будет. В итоге работает то же самое, просто чуть по другим углом. Ну, Instagram же работает? Работает. Работает. Просто у него появляется, например, возможность сделать опросы. Просто в Instagram появляется возможность сделать прямые эфиры. То есть, какие-то вот новые возможности появляются, новые виджеты появляются, и там появляется способ монетизации. Я вот жду, что… Ну, я пока еще не дождался этого, но жду, когда, например, в TikTok появится способ монетизации нормальный. под большую часть клиентов. Я могу, конечно, презентовать ТикТок, говорить, что это будущее, но это сейчас еще не будущее. Пока не пробовал там рекламировать? Ну, там как бы... Молодежь. Не делает даже молодежь, что она покупает. Просто она покупает определенный вид товара и там не те технические возможности, как у Инстаграма. То есть проще, выбирая между тем и тем, а бюджет один, я выберу Инстаграм. Более понятно. Ну, конечно. То есть формат сториз, он там занял уже настолько, что лента уже неинтересна. В ленте уже подавать рекламу. Что ты подал, какая разница, пост выложил, он также там интересен в течение 20 часов человеку, и то меньше, наверное. В сториз то же самое. 24 часа, и то первые там 3 часа. Можно провести даже, ну, посмотреть за первые 5 часов в сториз половина просмотров всего этого сториз. То есть все остальное это уже так, типа случайно зашли по остаточному признаку. Поэтому сториз формат будет развиваться. Вообще маркетинг идет к упрощению, к большему, ну, что каждый человек сможет запускать рекламу с телефона без проблем. То есть вот так будет. Каждый человек сможет запускать рекламу без проблем. То есть у нас с тобой проблемы? Ну, нет, почему? Умный человек всегда найдет способы реализации себя. И всегда найдутся компании, крупные компании, например, там они не смогут с телефона запускать. Все равно им нужно там кому-то делегировать, кому-то разрабатывать что-то. Делать контент крутой, делать таргет крутой. Что ты посоветуешь человеку из региона, кто решил зарабатывать на маркетинге, открыл свое агентство, ну и концы с концами еле сводит, там мало зарабатывает. Что ему делать? Продавать москвичам. То есть искать клиентов в Центральной России? Ну, конечно. Ну, при всем уважении там. Да, то есть я когда жил в Челябинске, искал клиентов, это был просто, я не знаю, это был подвиг. Если я находил клиента на 30 тысяч рублей в месяц, это был подвиг. Это просто супер клиент. Просто огромный бюджет 30 тысяч рублей в месяц. А ты, получается, в Москву приехал? Да, да. Когда я перебрался в Москву, у меня там было сколько-то компаний еще там, вел я их удаленно уже там, оставил штат в Челябинске. Приехал и как бы первая же сделка на 150, когда человек просто заехал. Где вы там? Я говорю, ну в офисе там. Приехал, короче, просто сколько надо там, чтобы начать? Я говорю, ну 150. Отсчитал, сказал, давайте быстрее начинать. Окей, ни договор, ничего не попросил, ни расписку. Я такой, окей, я попал в правильное место. Работал на бурж-маркетинг на зарубеж? Ну да, да. Работал с университетом в Барселоне, работал технологическим. Нужно было абитуриентов привлечь. Таргет Facebook. Twitter? Таргет Facebook. Там был очень узкий. У нас сегмент, ну то есть нам нужно было только тупо настроить и сопроводить рекламную кампанию. Даже креативы, мы очень слабо влияли на креативы, которые нам предоставили. То есть нам предоставили сразу готовые креативы, сказали просто, ребята, запустите, у нас как бы нет возможности с наших кабинетов. То есть, ну в общем, просто такие нюансы. Я не могу сказать, что много заработал. Ну вот, как был такой опыт. Когда ты чувствуешь кайф от работы? Что ты делаешь, что ты чувствуешь от этого? Ну я как предприниматель, ну тут надо разделять. Я как предприниматель, я как маркетолог. Вообще плохо, когда ты в компании. Разные. Плохо, когда ты в компании и главный специалист. Понимаешь? Ну все к тебе бегут постоянно, как к мамочке. А что здесь сделать? А как это сделать? А вот здесь не получается. И у меня это вот прям реально уже иногда там. Ну сейчас-то уже меньше. Сейчас просто меньше отвечаю на эти вопросы. Говорю, делайте сами. Когда раньше отвечал, это ну как бы вот хочется потешить свое эко, что я крутой такой специалист. Пытаешься там, начинаешь лезть к ним, они садятся тебе на шею. Но вот я кайфовал от денег. Всегда для меня была важна транзакция. Ну как предприниматель я кайфую от денег, конечно. Пришел крупный клиент. Там, не знаю. Получила себе там, ну с экономией бюджета, получила получить там несколько клиентов классных, много заявок, заказов. Все, что касается транзакций, клиентов, финансов, мне это нравится. С точки зрения маркетолога, мне нравятся интересные какие-то дерзкие, ну нестандартные простые схемы, которые вроде бы и не должны работать, а бах, работают. Вот это вот прям. Вот приведи примеры таких. Опросник. Опросник. Вот скажи, опросник, что это? Это по сути пост просто. Ну какого хрена никто дальше не додумался до этого раньше? Никто же не делал. А расскажи под подробнее. Ну опросники, делаешь опросник ВКонтакте. Хотите купить мой товар с фотографией товара? Да, хочу купить, напишите мне в личку. Нет, не хочу. И потом по голосовавшим ты ее… Все, да, отправляешь в таргет. Элементарная же вещь, согласись? Согласен. Но она же гениальная. Она же гениальная, то есть она как бы очень крутая. Я так франшизу продал за 390 тысяч рублей. Я так, ну вот мы продаем экскаваторы по 2,800 миллионов, вышки вот эти по 5 миллионов. Просто через этот опросник. Все продается через этот опросник. То есть идея в том, что людям… Когда это у меня появилось, вот когда первый раз мы сделали, а мы сделали на эти туалеты, короче, в этих загородных домах. Биотуалеты. Не биотуалеты, а системы канализационные, септики. Ну и туалеты, и биотуалеты, все вместе там, септики в основном. И когда мы это сделали, получились в 2 часа 237 заявок. Просто мы чувствовали себя, как бы там казино ограбили. И знаешь, этот фильм «Одиннадцать друзей Оушена», когда они в конце такие стали около фонтана, такие, типа, у нас получилось. И так же мы когда такие, круто, то есть мы там с ребятами прямо кайфанули в офисе, когда это получилось сделать. Я понял, что родился новый инструмент. И сейчас, ну как бы, сколько тысяч людей реально его используют, зарабатывают деньги. И я рад, что причастен к этому, понимаешь. Они, конечно, даже уже и не вспомнят, и даже многие не знают, что, короче, когда-то был такой Александр Володик, который первым это проделал. Сторитейлинг, знаешь, в соцсетях? Тоже там наша тема. Не было до этого. Вот пусть найдут и скажут, кто сделал это до этого. Не было. Вот именно вот эту структуру. Сторитейлинг существовал, рассказы существовали, но пост, который расходится вирусно за счет того, что это история, за счет того, что там есть офферы. А чипишка Александр, нет? Нет. Все, что ты слышишь, все это было позже. Александр, код. Все, это уже все там. Нестеренко, все. И они все рассказывают про нашу модель. Я тоже у многих читаю свои посты, переписанные в Инстаграме. Ну, понимаешь, да? Понимаю. Как бы... Вот как ты к этому относишься? Да нормально. Раньше я очень ревностно относился. Типа, спи, и даже не сказали, кто сделал. С другой стороны, ты же понимаешь это для самого себя. Ты же понимаешь, что ты, по сути, ведешь рынок вперед. То есть ты делаешь такой шаг, что все остальные просто делают шаг за тобой. Очень редко я вижу что-то новое в маркетинге, да? Такое, как бы, интересное. Ну, вот. А что из нового видел в последнее время? Ну, редко, но уже есть что-то. Ну, вот эти сайты в формате сториз. Ну, это прикольно. Почему я не придумал? Это гениально, блин. Чуваки придумали. Вот это редко. И это круто. Да, прикольно. Сайты в формате сториз. Почему ты из маркетинга решил так вот прыгнуть в спорт? А я не прыгал? Я всегда был разносторонним человеком. Я со школы всегда занимался всем. Я всегда играл в футбол, ходил там. Да, единственное, что я музыкой не занимался. Вот только сейчас начал в 30 лет учиться играть на гитаре. Как Петя, да? Ну, Петя лучше получается, кстати. Видимо, более творческий человек, чем я. Ну, вот только сейчас начал учиться. Бокс всегда интересовался единоборствами. Но так получалось, что никогда в детстве не увлекался. В детстве. В детстве футболом занимался. А единоборствами никогда. И всегда смотрел на дзюдоистов и хотел быть дзюдоистом. Всегда. У меня было кимоно в детстве купленное. А он даже со мной в Москву переехал кимоно с Надеждой. Но оно же такое, как бы, в принципе, кимоно. Но многоразмерное. Да никакое. Обычно белое кимоно с белым поясом. И я прямо вот надеялся, что сейчас запишусь, сейчас запишусь. В итоге в бокс. И вот, короче, так и занимаюсь боксом. То есть, как-то два года позанимался. Взял перерыв. Потом еще два года. И вот, ну, как-то сейчас стал менеджером. Помогать боксеру начал. Расскажи, брат, опыт. Что делаешь? Какие у тебя задачи? Мои задачи вывести, вот, чтобы мой боксер Эдгар Гукасян стал в топ-100 всех боксеров мира. Есть рейтинг такой. Бокс-рек называется. Бокс-рекорд. Сейчас он 341 место занимает. Недавно занимал 500. За два боя мне удалось его вывести на 341, скакнуть почти в два раза. То есть, ты заходишь за счет СММ, как Трамп? Нет, 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 нет. Никакого СММ вообще. А, то есть вообще маркетинг. Там вообще никакого маркетинга. Я на выборах, когда участвовал, тоже никакого маркетинга. Не использовал? Я думал, ты наоборот, тогда пошел, типа, как Трамп в Фейсбуке. Первое, что мне… Вот я участвовал в выборах в 2019 году в местные органы, депутатам городской думы в Челябинске и Совета депутатов городской думы в Челябинске. Ты решил? Это было после того, как прошли митинги и многие люди, так сказать, просто пришли на митинг, но ничего не делали конкретно, а ты взял и сделал. Нет, мне позвонил друг, сказал, что он идет дебаллотироваться. Потом второй друг сказал, что он идет с тем другом тоже. А у меня был какой-то кризисный момент. Я сидел, что-то унывал дома, мне так все разонравилось, ничего нового. Выберил? Они позвонили, сказали, что делаешь? Я говорю, собираюсь уехать на полгода куда-нибудь вообще за границу, там новые какие-то проекты, в Силиконовую долину. Ты хочешь? Да, я думал такой ехать. Он говорит, ну давай сначала к нам на выборы сгоняй, потом уедешь. Ты ничего не теряешь. Я говорю, сколько стоит? Гафарова хотел уехать туда в тусовку эту? Да нет, у меня нет кому-то. Просто поехать, смотреть что-то. И я подумал, что выборы, выборы, сколько стоит? Он мне говорит, ну вот столько-то. Я такой посмотрел, думаю, слушай, ну по сути не дороже, чем у меня вышел тренинг Тони Робинса в Майами. Там вместе с проживанием очень дорого получилось. Это 1400 дойдет получается? Не-не-не, побольше. Побольше? Да. Вот, у меня побольше вышло. То есть у кого-то может 400 там получится. 400 только билет. Вот, и я подумал, ну окей, давай попробуем. В итоге бюджет не уложился, больше получилось. Очень крутой опыт, невероятный, который открыл на многое глаза. Например, когда ты ездил, общался с людьми? Да, общался с людьми, да. Ну что, например, весь мир – это информационная матрица, которую выгодно поддерживать администраторам общества, да, то есть властям. То есть мы живем там, лишь бы чем-то занимались, лишь бы чем-то занимались, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот, по сути, вот этим занимайтесь, этим занимайтесь. Так если там сложно что-то поменять, зачем ты хочешь заново туда прийти? Слушай, ну, и что? То есть бизнес сложная штука. Я не знаю, что-то менять. Зачем менять? Не хочу что-то менять. Я хочу привнести что-то свое в систему. Не надо систему менять. Она работает. Сейчас все нахер разрушить, то у нас будет, как после революции, там придут власти, большевики там. Большевики тоже были, знаешь, такими митингующими ребятами. Посмотри «Доктор Живаго». Есть фильм, вот есть книга, есть фильм. Вот в фильме там тоже классно показано, как там так же точно с табличками, очень модная молодежь восставала. В итоге это все в коммунизм вылилось. Я не могу сказать, что коммунизм – это плохо, но, наверное, как бы неэффективно, как минимум, было. Отбросило немножко страну в определенном плане. Где-то приподняло, где-то очень сильно отбросило. И также и сейчас не нужно ломать систему. Нужно привнести что-то свое. Если у тебя есть что привнести, привноси. Если нету, ну не привноси, то есть сиди там дальше. Вот мне хочется привнести что-то свое. Я шел, чтобы реально взять, ну вот я подумал, смогу ли я взять за небольшой район, там реально маленький микрорайон, там 20 домов, 22 дома, и смогу ли я там в этом районе что-то сделать хорошее. Ну, хорошее имеется в виду, чтобы, ну, хотя бы как в Москве, знаешь, смотришь там, не бордюров, там, ямы такие. А люди привыкли к этому. Ну, в Москве же бюджеты гигантские. Слушай, там, и там тоже нормальные. Там дело не в бюджетах. Там настолько, настолько никто ничего не хочет делать, и настолько самим людям не всегда надо. Поэтому они все и живут в таком удобном состоянии. Они не делают другим пофиг. Вот и все. В Москве просто не пофиг людям. Они начинают предъявлять тебе, слушай, что тут такое там. Ну, то есть, тут как бы так не прокатит. И не только дело не только в Москве, в некоторых городах так не прокатит. А в некоторых прокатывает, типа Челябинск. Там, пожалуйста, там может быть какой-то трэш-абсурд просто в плане госуправления, муниципального управления. Просто абсурд. Реально, вот, когда начинаешь рассказывать, что там происходит, у некоторых людей, как бы, логика теряется. То есть, начинает что-то сбиваться. Типа, как так можно? Такой абсурд там может быть. При том, как со стороны общества, так и со стороны муниципального. Вот они вместе сыгрались, как бы. Топ-пять книг по маркетингу от Александра Боловика. Топ-пять книг по маркетингу. Маркетинговые войны. Сто процентов. Пиши-сокращай, по-моему, есть, называется такая книга. Прикольно. Ну, как по копирайтингу, но это тоже входит в разряд маркетинга. Слушай, больше ничего и не вспомнить. Котлер маркетинг просто. Основа маркетинга. Если разобраться в основах маркетинга, то СММ, он сам по себе так очень классно ляжет. По СММ книги я не могу читать. Я не буду даже называть авторов. Все, которые я покупал. Я сам сейчас хочу книгу написать, но я думаю, что так же. Просто там, ну, как бы технологически писать, если про СММ, да, то оно быстро меняется. Ты, как бы, ну, ты написал книгу, ее через год уже не актуально будет читать. У меня тоже такие же. Че толку, да. А если ты пишешь идеалистический, то есть, типа, фундамент, то это, по сути, получается книга по маркетингу, а не по СММ. Ну, в общем, как-то я сейчас буду думать, что делать. Ну, наверное, что-то придумаю. Наверное, что-то напишу. Ну, давай двумя книгами ограничимся, я думаю, по маркетингу. Надо быть разносторонним человеком, в первую очередь. Тогда оставшиеся три книги, которые повлияли на тебя. Ну, отлично. Здорово. Так, очень на меня сильно повлияла книга «Атлант расправил плечи». Она позволила мне выдохнуть и понять, что я на правильном пути. А где ты его слышал? От Аяза? От Олега Тинькова. От Тинькова. Да. Я Аяза, честно говоря, я с Аязами не общался никогда, не знаком лично, не видел ни одного выступления. Кто-то за эту книгу прямо? Не видел ни одного выступления Аяза. А может, одно, по-моему, видел на АМАЦРМ. Вот. Никогда не был в лайкхолдинге. Ну, вот упустил я этот феномен, как бы. Он красавчик. Я это упустил. Я в другой тусовке, ты знаешь, был. Да. В этот момент у нас там другая движуха была. Так, вторая книга. Вторая книга «Семь навыков высокоэффективного человека». Нереально крутая штука. Активный, проактивный. Да, да. Просто само понятие проактивного мне позволило, как бы, быть проактивным. То есть, мне давать дозу, а дать шанс. Да. Ну, как бы, это работает. И еще книгу отметить. Ха! Ну, я не знаю, это Евангелие. Что? Да. Ну, это просто Библия и Евангелие, разные вещи. То есть, я не могу понять, как вообще можно было написать. То есть, как можно было, ну, завязать. То есть, есть религия. Да, это придуманная. Ну, я не могу назвать себя глубоко верующим человеком. Но я верю в Бога. Ты относишься к какой-то определенной конфессии? Ну, я считаю себя православным христианином. Вот. И я с уважением отношусь ко всем конфессиям. Потому что это, как бы, способ, способ разобраться во многих вещах, которых, как бы… В бытие. Ну, ты просто не надо тратить время, прочитая Евангелие, и поймешь, все из-за тебя придумали, да? Как бизнес молодости, основы маркетинга, там, типа, стрелочка, квадратик, кружочек, да? Не нужно, типа, париться. Придите, она учит делать там посадочники, трафик настроить, ну, какие-то. Так же и в жизни Евангелие. Хорошо я сравнил, да? Отлично, да, маркетинга Евангелие. Да, но ты придешь, ну, то есть тебе там, когда да, говори да, когда нет, говори нет. То есть все вещи очень жизненные, в том числе, которые в бизнесе помогают. Там все описано. Просто нужно тоже там почитать, как бы понять. Наверное, это с возрастом приходит. Я думаю… А сколько тебе? 30. Как-то в 20 лет я не интересовался этим. А если бы ты не занимался маркетингом, чем бы занимался Александр? А мероприятиями? Ну, и в любом случае бы, да, ивентами. В любом случае я бы привлекал людей на мероприятия. Ивентами бы точно. Скорее всего, был бы там МС. Ну, или там диджеем, не знаю. Что-то такое бы делал. Я знаю, что ты часто путешествуешь. Тебе путешествие помогает просто отдохнуть. Что они тебе дают вообще? По-разному. По-разному. Что мне дают путешествия? Ну, это же не дешево. Куда-то слетать там. Я так понимаю, деньги тоже. Хороший, да. Хороший момент. Не дешево. Не дешево. Не дешево. В 25 лет, когда мне было 25-26, я из всех стран был только в Китае в 20, когда случайно с девушкой съездил на диловую командировку. Больше никуда не ездил. Я не ездил на отдых никуда. Мне было 26, представляешь? Я зарабатывал тогда уже где-то полмиллиона в месяц. И я понимал, что в принципе могу, но я считал, что это нерационально. Как ты говоришь, много денег требует. И мне реально все объясняли. Тогда Таня Маричева со мной работала, да, и она говорила, Саша, она путешествовала нормально, хотя заработала меньше. Говорит, просто ты еще не пробовал. Вот ты попробуешь, говорит, ты просто не слезешь. Ты общительный, говорит, тебе вот точно вкатят. Я такой, да нет, какие путешествия. Лучше я себе куплю тачку новую, там, лучше я себе там шмотки куплю. Ну, какой-то физический, практический момент, что вот я буду чувствовать там, да. Первое же мое путешествие там на Кипр и с друга на 8 дней, и я понял, что все, короче, моя жизнь определена. То есть, да, то есть, я прямо ориентируюсь в... Для многих же это как бы непонятная ситуация. Ты приезжаешь в неизвестную для тебя страну. Для меня неизвестность – это понятная история. То есть, для меня она привычная и прикольная. Вот меня закинь куда угодно, я тут же, короче, начинаю реализовываться. То есть, я тут же нахожу... То есть, получается, тебе нравится вот это ощущение неизвестности, что ты вот протаптываешь путь сюда вот. Наверное, где-то, да. Ну, плюс умение закоммуницировать с людьми, которыми никогда не общался, посмотреть на мир их глазами. Например, в России, находясь в Москве, даже находясь в Кемерово или в Челябинске, на Россию смотришь под определенным углом, да, на ее внешнюю, внутреннюю политику. Ты смотришь вот так вот, допустим, да, вот так. Только выезжаешь, например, в Армению, казалось бы, тут та же самая история. Понравился тебе в Армении, да? Ну, или Кишинев, ну, без разницы. И ты уже смотришь, ты уже смотришь под другим углом. Понимаешь, уже есть субъективное, есть субъективное, да, то есть, ты начинаешь уже смотреть с разных углов и начинаешь где-то между искать истину. Истина где-то рядом всегда, да? Где-то всегда такой. Поэтому, ну, со стороны посмотреть на себя, на бизнес. В Америке ты понимаешь, что ты занимаешься не бизнесом, а какой-то фигней просто. Не те масштабы, да? Не те масштабы. Там ребята просто запускают на мир сразу стартапы. Стартапы – это тоже агентство. То есть, пока ты здесь вот общаешься с предпринимателями, учишь там их в рамках города там продвигаться, там, или страны, которая не самая успешная, так скажем, не самая платежеспособная, то там ребята просто сразу заходят на Индию, на Китай, там, на Южную Америку, на Европу, там. С СНГ это где-то там вот, ну, СНГ это уже. А от чего зависит уровень масштабности мышления? От окружения? От окружения. Когда ты рядом стоишь с человеком, который мыслит, ты постепенно начинаешь как бы общаться с ним, коммуницируешь, уже так же смотришь. Ну и плюс от того, как ты попробовал, да, там, ты пробуешь, там, вот, масштаб растет, попробовал, еще масштаб, у него получилось. В принципе, на масштаб и не масштаб уходит столько же энергии и времени, да. Там, сделать масштабное действие, столько же энергии, столько же времени, просто эмоций больше, то есть, эмоции захлёстывают, типа, страшно. А по факту, столько же, даже меньше иногда бывает. Какие у тебя планы на ближайшие пять лет? Вывести бойца в топ-100. Вот, до 2025 года нужно объездить 100 стран. У меня где-то под 40 где-то. Я себе такое ставил. Цель. 100 стран. Ну, это, в принципе, я Европу не ездил на машине. А сразу с десяток стран можно там прибавить. Ты скажешь, как теми лебедев по всему этому. Ну, он там 250 объездил, да, я пока 100 себе поставил. Вот. Ну, в принципе, норм. Ну, можно ещё на этом, на острова, куда-то, что там разные, где государства. Можно их там по галочкам. Вот. В плане, хочу стать спикером популярным. То есть, не только как специалист, да. Хочу просто, чтобы меня… Мотивационно. Не мотивационно. Почему? По маркетингу. Маркетинг тоже мотивирует. То есть, ну, и если сравнивать там, ни как Тони Робинс, ни цели и полагания, да. Для меня важнее, если на чашу весов ставить, для меня важнее факт действия, нежели… Ну, как бы психология тоже важна, но даже крутая психология, мы видим там 20 лет парня, допустим, у него крутая психология, он очень прям такой, ну, вот у него нету твёрдого, того опыта, тех навыков, которые есть у тебя, например, правильно? А у тебя нет той энергии, то есть, у него. Ну, вот что-то между где-то, она рождается истиной. Ну, и мне хотелось бы вот что-то между, да, и в рамках этой истины быть полезным, настолько полезным людям, чтобы они меня всё чаще там хотели бы видеть где-то на больших сценах. И мне это тоже приятно и классно. То есть, всё-таки сцена прям манит? Ну, да, безусловно, конечно. И, ну, у меня есть миссия, да, в рамках этой миссии мне нужно передавать навыки, вдохновлять людей на новые результаты и передавать навыки, которые у меня есть. И давать им инструменты для выполнения этих результатов. Вот. Эту миссию я несу. То есть, моя задача, как можно больше людей с этим познакомить. Вот примерно так. Ну, из таких каких-то простых, может, бытовых. За пять лет, да? Ну, дом хочу построить. Дом построить. Хотя, может быть, для начала, наверное, нужно это. Дерево. Или жены. Ну, да, ну, дом построить. Дом без жены. Мне кажется, сложный процесс почему-то. Ну, у меня отец, вроде, строил дом. Построил себе. Надо его привлечь как консультантом. Ментор. Ну, да. У него же получилось. Результат есть. Все. Факт есть. С этими проблемами сталкивался. Более лояльного человека и более, там, скажем, вот, ну, честного в этом плане. Сложно идти, как твой отец не будет тебе там смету переделывать. Надо его привлечь как-то к этому. Помочь. Последний вопрос. Что посоветуешь ребятам, которые будут смотреть это видео? Скорее всего, они предприниматели, либо начинающие мифатологи. И ты для них клинируй, если они это смотрят. Да ладно, ты. Броси. По-любому. Так, что посоветую. Советы такая тема, советую, когда даешь, больше думаешь о том, что совет себе, да? Знаешь такую тему? Есть же такая тема, ты же на Тони Робинс ездил, у него же есть фраза, типа, успех оставляет подсказки. А. Если тебе нравится Александр Воловин, то надо понять его эссенцию, его основная мысль. Молодец, глубоко говоришь. Так. Успех оставляет подсказки. Как ты можешь записывать опыт? Да, окей. Быть открытым к входящей информации. Безусловно, ее фильтровать, но изначально навык открытости, он важнее, чем фильтр. Если ты будешь изначально все фильтровать, ты не поймешь, где что, как, да? Быть открытым. Что значит быть открытым? Значит, понимать, что ты несовершенен, ты не идеален, что есть куда стремиться, что человек, как бы его эффективность зависит не только от того, какой он классный, да, а от того, насколько он там полезен, насколько у него много навыков и результат, да, и этот результат достигается все равно за счет входящей информации и ее переработки и выведению. Второе – это действовать больше, чем думать. Ну, может, глупо сидит, может, кто-то скажет наоборот, я всегда действовал больше, чем думал. Я много, наверное… Да я даже не помню таких каких-то ошибок, которые я допустил из-за того, что я больше действовал, чем думал. Ну, вот реально. Ну, это как вот с девушками знакомиться. Ты можешь думать, сидеть там, анализировать, как к ним подойти. Можешь подойти, что-то ляпнуть, да, она может тебе пощечину дать максимум. Хотя мне ни разу не давали пощечины. Боксер. Ну, я же не буду спринговаться. В принципе, я приму удар достойно. Вот, но как бы больше шансов, да, чтобы будет сделка. То есть больше шансов, что получится. И еще один момент. У меня бывали такие открытия, когда просто все есть рядом, есть знакомства, есть такие люди рядом, которые я просто… Они очень крутые, у них реально крутой результат, они реально могут быть мне полезны, но я как-то, знаешь, думал, ну, неудобно у них спрашивать, да. А как-то вот посоветовался, техникой посоветоваться, да, я посоветовался, они говорят, да, слушай, ну, давай тебе сделаем. И там вопрос, от которого я парился несколько лет, решился там за один разговор. И я думал, о чем можно было, да. И вот это, опять же, это тоже открытость, да, то есть нужно подойти, задать вопрос, задавать вопросы людям, советоваться с ними, это нормальная история. То есть, по сути, точка роста Александра Воловика – это нетворкинг. Нетворкинг, молодец, да, круто подытожил, да, люди, ресурс, умение передать информацию, связать людей тоже, познакомить друг с другом – это тоже мне многое дало. Ведь мир, ну, не только вот там нас смотрят, те, кто там смотрит, хочет заниматься СММ, например, да, но мир не только СММ, и я не только СММщик, и даже более того, какое-то время я прям сопротивлялся этому. Ну, агентство у меня есть, и что? Ну, я еще занимаюсь множеством разных деятельностей, да, и мне все время, вот СММщик, Саша СММ. Если посмотреть там GetContact, там я у всех записан как СММ, 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 СММ. Это твой личный бренд? Да, но потом я уже смирился, думаю, ну, раз людям так прикольно воспринимать меня как СММ, но я буду в рамках СММ отдавать им хороший полезный контент. Между строк я буду им давать что-то еще полезное, что я считаю, что тоже полезно, да, и вот это между строк и эта техническая информация с СММ будет здорово, пусть они меня считают СММщиками, не вопрос. Вот, но мир не только СММ. Мы же с тобой сидим там, общаемся, мы же не про СММ общаемся, мы можем там пообщаться о футболе, о спорте, о женщинах, о продажах, о политике. И уметь быть как бы сильной личностью с результатом в разных этих видах общения, не просто диванным экспертом, а поучаствовать в политике, поучаствовать в спорте, поучаствовать в искусстве, поучаствовать в путешествиях, поучаствовать во всем своим опытом, гораздо более ценно, чем просто рассуждать на эту тему. Вот, погрузиться, понять там. Спасибо, Саша. Пожалуйста.